МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Куйбышев, запасная столица. Новая книга краеведа Глеба Алексушина с уникальными фотографиями и документами вышла при поддержке главы Самары Елены Лапушкиной. Почему книгу выпустила Самарская газета? В чем уникальность нового издания об истории Самары? В нашей студии Глеб Алексушин, краевед, доктор исторических наук и Виталий Каполиани, главный редактор Самарской газеты. Глеб, Виталий, добрый вечер. Я рад вас видеть. Добрый вечер. Итак, коллеги. Ну, коллеги, потому что, на самом деле, сразу приоткрою маленькую тайну, мы все по образованию историки, ну, конечно, не такие значимые, как наш уважаемый гость. Ученых степеней у нас нет, но, тем не менее, можем так говорить. Глеб, вот вопрос к вам. Почему было принято решение написать именно эту книгу? Ну, понимаете, в чем дело? История, наука для всех. Да, то есть, она вплетена в нашу жизнь, и поэтому самое частое проявление ее в нашей жизни – это юбилей. Когда подходит очередной юбилей, нужно что-то сделать, чтобы напомнить людям, чтобы был медиаповод, чтобы обсудить. И ведь история, она такая, знаете, волнами, да? То есть, есть определенный уровень развития науки, открывается что-то новое, новая волна, и вот в этой новой волне новое издание, которое дает новые факты. Вот, я считаю, что это правильный процесс, и поэтому в этом году мы с администрацией города Самара смогли два юбилея осчастливить, я считаю, это действительно так, двумя очень классными изданиями, которые вместе уже, по сути, составляют целую серию. Поэтому данная книга, она не первая, и, надеюсь, не последняя на этом пути. — Ну, давайте вот тогда скажем, уже два юбилея, то есть, какие два юбилея и какие издания, чтобы зрители наши понимали, о чем речь. — Хорошо. Значит, 60-летие пилотируемой космонавтики, я именно вот как надо все сказал, потому что не космонавтика, именно пилотируемой космонавтики. И вот к ней вышла уникальная книга в том же формате, опять же, я делал подборки по тексту и иллюстрациям. Опять же, благодаря главе города книжка появилась, и, опять же, вот ее пресс-служба и «Самарская газета» принимали в этом непосредственное участие. И «Легендарные космонавты» в Куйбышеве 61-63 годах — это книга с хроноподходом, иллюстрацией, которые позволяют увидеть, как происходил у нас прием гостей, космонавтов в 61-63 годах. Здесь есть уникальные материалы, редчайшие фотографии, и многие были переатрибутированы, атрибутированы, то есть, например, какие-то мне пришлось переворачивать, потому что их все время показывали в перевернутом варианте. На самом деле? Да. Какие-то, ну вот давайте я сейчас одну покажу. Самая расхожая ошибка здесь, страшно популярная, это говорили, что Гагарина катали на катере, и тут же появлялись фотографии катания на катере, и это именно типа 61-й год. Я говорю, позвольте, достаточно внимательно приглядеться к этой фотографии, чтобы увидеть, что у Гагарина погоны подполковника. Уже. Вот. А он, как вы знаете, сел майором, поэтому это 62-й год, это уже более поздняя эпоха, и он не один раз у нас катался на катере. Поэтому вот из таких моментов и стояла наука, которой вначале человек не видит. Вот. А вот это хронологическое построение, вот эта атрибуция фотографий, они создали уникальное издание, причем в нем были впервые опубликованы из некоторых семейных архивов фотографии, поэтому вот все вот это вместе никто раньше не видел. Вот. И окрыленный вот этим успехом, я обратился к Ильине Адмирне и получил однозначное добро, что мы будем делать ко второму юбилею такую же книгу. Они, видите, они по высоте, по размерам, даже примерно по толщине, вот, они составляют уже, можно сказать, серию. И второе издание представляло собой иную идею, более глубоко по времени. Книги отличаются. И здесь определенные моменты, которые вот заложены в эту книгу, они ее делают технологически более сложной. Но у нас и больше запас времени был, поэтому мы лучше справились с этой задачей, через технологический. Например, видите, здесь вот разные цвета полосок на страницах, под каждую тему своя цветовая полоска. То есть, когда человек смотрит парад, у него... Очень удобная, легко найти. Красноватая такая. Да, если посольство, то это зеленоватая там, да. Если просто наша жизнь, то темно-зеленая. И вот даже просто элементарно отличить какие цветовые решения. Вот даже эта идея была заложена. Многие идеи не очевидны. То есть, их человек не видит и не ощущает, но они работают на благо. Вот. И здесь было сопряжено... Вот если здесь было 4 визита, 6 космонавтов, да, и они абсолютно были идентичны друг другу, то здесь задача была другая. Как бы объединить, скомпоновать разные темы. Но при этом ни в коем случае нигде не выйти... У нас вот у этих двух книг один и тот же принцип. Ни одной фотографии, не относящейся к нашему городу. То есть, все фотографии в этих альбомах, они исключительно сделаны в нашем городе. То есть, нет ничего там из Свердловской, из Саратовой, из Москвы или еще с чего-то. Вот. Только документы, которые могли быть сделаны в другом месте. Но документы – это еще одна идея. Значит, в этих книжках есть очень модный, современный принцип организации книг, который, условно, сейчас называют в медиаформате фактчекинг. То есть, документы именно для этого. То есть, в чем смысл? Я вам сообщаю информацию. Ну, например, что в доме Красной Армии, который мы знаем как АДО, располагалось наркомат обороны. Фактчекинг включается в том случае, когда я рядом размещаю выдержку из архивного документа, где это подтверждается, что наркомат обороны СССР разместить в здании бывшего штаба Приво, Фрунзе – 165. Все. Фактчекинг состоялся. То есть, человек видит подтверждение моих слов, моих слов, и фотографию, которая иллюстрирует это. Фотографии здесь тоже подобраны максимально точно по времени к той эпохе. И вот, благодаря этому фактчекингу, принцип выстраивания материала ограничил еще у нас одним принципом. Мы убрали не только все несамарские фотографии, но и убрали все фотографии, которые не подтверждены фактами. То есть, если у нас не было подтверждения, не знаю, стоит говорить о таких фактах, которые не вошли в книгу. — Это ваше... Вот вы автор, поэтому вы решаете, стоит ли это. — Хорошо. Ну вот смотрите, у нас в СМИ постоянно ходит информация о том, что французский комитет национального освобождения был представлен здесь миссией, которая располагалась в здании Куйбышеву-111, это гостиница «Бристоль Жигули». Я не нашел подтверждения этому факту. Нет документов. Поэтому фотографии этого объекта в альбоме не появилось. То есть, принцип такой. Мы не хотим обманывать читателей. — Есть документ? — Мы не хотим дискутировать. Мы не хотим никаких споров по поводу информации, которая здесь. Но любая дискуссия, которая возникает, а у меня уже было несколько дискуссий, заканчивается на страницах этого же альбома. Мне говорят, вот, а я говорю, прочитайте повнимательнее. Там же все написано. И когда человек начинает осматриваться фотографии и вот эти предложенные документы, вопрос снимается сам с собой. Все уже предусмотрено. Вот. Это очень важно, на мой взгляд, сейчас. Ну и третий принцип, который был положен в создание, это неприятие некачественных фотографий. Нам пришлось отказаться. Вот, например... — А можно же обработать? Вот, кстати, Виталий... Нет, в процессе редактуры мы рассматривали, потому что изначально у нас был архив-то больше намного, но здесь и, в принципе, довольно трудоемкий процесс, и он теряется... Теряется при вытягивании какого-то качества. Во-первых, это, ну, совсем другая работа. Во-вторых, могут теряться какие-то документальные особенности. Пиксельность появляется. Да, здесь мы, наверное, просто немножечко пожертвовали какими-то кадрами. Ну, мы убирали, допустим, парные какие-то вещи. То есть, в принципе, сам архив и сама фактура, которую мы изначально обладали, она немного модифицировалась уже в процессе работы нашей совместной, потому что мы-то смотрели немного со стороны, во-первых, как редакторы и как дизайнеры, как издатели этого дела, потому что была изначально какая-то определенная концепция предложена, ну, и мы ее вместе перерабатывали, исходя из наших технических возможностей и предложений, опять же-таки. Динамичный был процесс. Да, да, да. Ну, я думаю, что как раз такая совместная работа, она и сделала продукт намного лучше. А, кстати, сколько времени заняло эта работа? Сейчас я вот закончу. Закончу мысль. Смотрите, да? Видите, в каком хорошем качестве видны бойцы 65-й стрелковой дивизии? Видите, женский сводный батальон, который я отстаивал всеми своими силами, даже споря с «Самарской газетой», и мне, слава богу, пошли навстречу. Без женщин мы никак. Вот достаточно хорошее качество. Вот они вытянули эту фотографию, коллеги, да? Но она могла сюда и не попасть, потому что нормального изображения их нет. То есть это взято из видео, из кинодокументального фильма, да. И, к сожалению, менее качественные снимки просто не удалось вытащить. Они слишком далеко объекты. Да, они просто рассыпаются, не видно, к сожалению. Вот, и поэтому мы их тоже не стали включать. Ну, а по времени, ну, давайте я начну, а вы тогда продолжите. То есть я сейчас расскажу о своей стороне. То есть у меня вот с этим альбомом было очень много сложностей по космонавтам, потому что я работал, я много набирал в процессе работы. Там действительно был объем перекачан, огромная информация. А вот с этим все было немножко по-другому. В запасной столице у меня фотоматериалы копились годами. Даже, не побоюсь этого слова, десятилетиями. У меня некоторые фотографии, которые у меня, не знаю, сколько лет уже. И в двух своих книжечках я как бы уже депмиссии показывал и парад. Но там они, во-первых, более свежие сейчас появились фотографии с одной стороны. А с другой стороны появились какие-то новые материалы, которых в этих книжках нет. Ну, и там анализ идет такой уже научный. А здесь вот нужно было именно вот фотографиями снабдить. И поэтому мне подготовить было довольно легко. Единственная проблема была, чтобы совместить идею хронологию не нарушить. Потому что в этом альбоме тоже все строго по хронологии. Начинается с 15 октября 1941 года. И мы ползем к 1943 году, когда факт столицы завершился. А вот когда я отдал Самарскую газету, я думаю, лучше представители самой Самарской газеты расскажут о том, как у них происходил процесс. А сколько времени было? Да, альбом «Космонавтов» у нас был такой вот ударный труд. Потому что мы довольно поздно, наверное, начали работу над ним. И мы еще, наверное, даже не то, что поздно. Мы хотели, во-первых, к юбилею успеть. Но здесь вопрос не в этом, а в том, что это был первый. И когда ты что-то делаешь изначально, чего не существовало, это довольно сложно. У нас было несколько макетов, несколько вариантов первых полос, несколько вариантов вообще формата. И это, конечно, немного усложняло. Но в целом это, учитывая то, что мы работаем с печатью, хоть мы и газета, но у нас в штате специалисты широкого довольно-таки профиля. И различные проекты за время существования Самарской газеты и делали. И специалистов никаких со стороны мы не привлекали. И это даже многих вдохновило, именно такая задача творческая. Где-то в районе, наверное, месяца, мы прям вот очень плотно, недели три, наверное. Но вот в запасной столице мы сидели дольше, потому что у нас было больше времени, мы уже понимали, что мы ее делаем. Получили и фотографии, и тексты сильно заранее. И поэтому здесь такое... И вот как раз здесь решались вопросы навигации, вот о чем сейчас мы говорили, с цветами страницы, чтобы это облегчало навигацию. Здесь этого нет, а здесь это вот... Здесь это уже есть, да. Мы растем. Да, ну конечно, в принципе, даже если о космонатах говорить, то здесь почему еще все так? Потому что тема, в принципе, одна. А здесь очень сильно разнятся они, вот над этим мы думали. И в целом, не знаю, наверное, около двух месяцев в таком доволенке. Если я правильно помню, мы когда в апреле с этим снимем завершили, у нас было принято концептуальное решение, по-моему, я в мае уже начал присылать материалы. Мы быстро довольны. И до августа, по-моему, мы работали. Ну здесь хорошо, что мы делаем серию, и когда-то уже мы придерживаемся, в принципе, одной концепции. То есть концепция и того, и другого издания, это, ну, она более, наверное, на широкие массы рассчитана. Я же, мы это обсуждали, потому что сейчас существуют различные монографии, исторические работы. Но люди, они из-за перегрузки информации не всегда могут все это изучить. Не всегда привыкли изучать. Ну, конечно, да. И здесь мы, наверное, жертвуем какой-то, ну, какой-то составляющей, но выводим в первый план визуализацию и уникальность определенных кадров. Фактчекинг тот же самый. То есть здесь проведена большая работа именно «Историка». Когда человек, который будет читать это издание, он не совсем, ну, не будет этого понимать, потому что он не профессионал. Но это профессиональная книга, это выверенная информация. И она подана именно в современном таком жанре, более, там, ну, в хорошем смысле клиповым, чтобы люди смогли заинтересоваться темой. Мы же это изучаем со школы. Но многие вещи у людей не ассоциируются с той же Самарой. Да. Вот, смотрите, я пример сейчас покажу. Иммерсивности, да, то есть есть такой термин иммерсивный, да, когда мы погружаем человека в какую-то тему. Вот мы смотрим парад. Ну, вроде бы. Да, знаменитый парад. Подобранные фотографии, да, 11, 7 ноября 41-го года. Это подобранные фотографии, которые, ну, как сказать, они на первый взгляд кажутся хаотичными. Ну, просто наложенные фотографии. Но я-то прекрасно знаю, что они выставлены в строжайшем хронологическом подходе. Вначале Ворошилов объехал строй, потом он произнес речь, его слушали бойцы. Потом начался сам парад. Вот, на трибуне при этом стояло руководство. Рядом стояли военные атташе. Парад начался с прохождения пехоты. Идет пехота. Пропустили сводный женский батальон. Продолжает идти пехота. Потом идут моряки. Соответственно, за моряками начала идти техника, зенитные прожектора. Потом пошла артиллерия. Артиллерия разная, она меняется, становится более серьезной. Увеличивается мощность артиллерии, зенитные пушки. Потом начинают идти танки. А потом я себе позволил некоторый юмористический такой момент. Это шутка. Вот все, кто являются зрителями данной передачи, они будут знать, в чем соль шутки. А те, кто не посмотрит эту передачу, они этого знать не будут. Даже если посмотрят альбом. Потому что фотографий авиапарада нет. В кинохронике я подозреваю смонтированные кадры к параду, не имеющие никакого отношения. Потому что самолеты летят других типов. И в итоге получается, что проиллюстрировать нечем авиапарад. Я могу, конечно, показать фотографии этих самолетов. Но принцип, еще раз, факт-чекинг запрещает это делать. То есть только то, что было. Только то, что было. Как говорил древний наш основоположник истории Геродот Тонеонта. То, что было. И никак иначе. Я, смотрите, нашел потрясающую идею. Как мне кажется. Стоит руководство, задрав головы. И смотрит. И смотрит в небо. И подпись. Руководство на трибуне следят за воздушным парадом. Вот такая шутка. То есть мы воздушный парад показали через реакцию людей. Через глаза людей. И я считаю, что вот это вот классно. То есть вот в чем идея. Заложенная концепция, о которой мы сейчас говорим. Ее не видит человек. Но она на самом деле есть, она ведет человека. Но в него иммерсивность вмещается благодаря мастерству дизайнеров и общей задумке. Коллеги, предлагаю сейчас сделать небольшую паузу. Давайте посмотрим сюжет, касающийся этой же темы. Вчера была презентация. Давайте еще раз посмотрим, как она проходила. На 134 страницах этой книги фотографии и документы, сделанные в Куйбышеве в 1941-1943 годах. В то время город на Волге стал запасной столицей. Началась новая веха в истории Самарского края. Куйбышев стал крупным промышленным центром с развитой инфраструктурой, культурой и большой численностью населения. Книга, автором которой стал ученый и историк краевед Глеб Алексушин, рассказывает о жизни запасной столицы, эвакуации, параде 1941 года. Здесь показаны места размещения всех правительственных и дипломатических организаций. Выпуск приурочили к 80-летию запасной столицы, которую город отмечает 15 октября этого года. Проект поддержала глава Самары Елена Лапушкина. Ведь сколько бы лет не прошло, Великую Отечественную войну и цену Великой Победы помнить будут всегда. Альбом «Чем хорош»? Он содержит в себе фотографии, которые до этого никогда в одном месте, в одном издании, вот в таком качестве переграфии не были собраны. Конечно же, эти материалы должны быть изучены, я думаю, каждым школьникам, каждым преподавателям истории. И, конечно, краеведческие и колоссальные часы должны проходить в наших образовательных учреждениях. Площадкой для реализации проекта стала одной из старейших изданий города «Самарская газета». На мой взгляд, как директора «Самарской газеты», вот если есть возможность оставить свой маленький след в историческом контексте каком-то, то вот это как раз тот случай, на который стоит тратить деньги, на который стоит тратить усилия, организовывать команду мою. Я хочу выразить огромную благодарность нашей редакции, дизайнерам, верстке, потому что эти альбомы реально сделаны с душой. Коллеги, вот на что реально я обратил внимание, книгу приятно брать в руки. Это, наверное, самое главное. С этого начинается контакт, он такой визуальный вначале контакт, затем ты начинаешь рассматривать. И это действительно очень здорово, и вот эти документы, они, конечно, подкупают. У меня, знаете, вопрос такой, может быть, даже профессиональный, но в первую очередь к вам, Клеб, и к вам, Виталий. Вот вы держали вообще в руках живые документы. Какие ощущения у человека, который держит вот то, что жило тогда? То есть это же получается такая некая машина времени, такой некий мостик временной, когда ты общаешься с неким предметом, с которым работали те люди, о которых ты сейчас размышляешь и пишешь. Вначале немножко юмористичный ответ. Вы знаете, что больше всего ненавидят библиотекари? Нет. Книги. Поэтому историки больше всего ненавидят документы. Почему? Потому что, когда ты работаешь в архиве, и перед тобой вот такие вот толстые папки с документами, там очень много пыли, вот этой вот, и иногда даже можно закашляться, да, то есть вот есть это. Но это немного иронизирует, конечно. На самом деле, с одной стороны, вот чисто материальная сторона этого дела, да, когда вот пыль, когда вот эти вот сложности, когда ты разбираешь там этот почерк ужасный, люди, пишите хорошо, историкам сложно читать ваши каракули, вот, а они иногда просто бесценны. И вот главным, конечно, является при этом осознание, осознание того, что я нашел, вот оно, наконец-то. Такое бывает редко, но ощущение просто фантастическое. Особенно у меня такое появилось, когда я сумел получить, благодаря, опять же, помощи городской администрации, из Москвы копию книги НКИДа, Народный комиссариат иностранных дел 42-го года, о том, где что размещалось. И вот, собственно говоря, здесь вот фактчекинги про посольство, здесь вот эти вот вырезки, они именно из этой книги. Вот, где Норвегия, там, где Польша и так далее. То есть это первоисточник? Это первоисточник. Причем этот первоисточник, созданный в 42-м году, то есть он аутентичен эпохе. Он создан людьми, которые занимались посольствами, это из первых рук информации. А, представляете, мою радость, когда я нашел еще один документ, список домов, занимаемых дипломатическим корпусом в Куйбышеве, и когда у меня все адреса совпали, то есть вот здесь идет двойной фактчекинг. Я специально на это пошел, потому что это усиливает звучание. Но на этом документе удалось сделать открытие, которое вот в этот альбом предлагает людям. Причем без всякого, опять же, там, текстового сопровождения. У нас было раньше предположение, что приехали сюда иностранные посольства, им задарили на время вот эти вот дома, и они там бесплатно находились. Пардон, но, например, норвежская миссия платила 11 тысяч рублей арендной платы в год. А, например, польское посольство 28 тысяч рублей в год аренды за свой особняк. А, например, Китай платил 37 тысяч, у них был крупный дом. А Иран 17 тысяч в год, потом он переписали, там, 19, маловато они 17 взяли. То есть, понимаете, о чем идет речь? Когда вот этот документ, который ты нашел, разрушает какой-то миф или создает новую прослойку информационную, которая меняет твое сознание в корне. Сейчас мне скажут, зачем мы их там привечали, там, чего-то они пусть какими-нибудь другим нашим организациям достались бы эти здания. Нет, они платили за эти здания. Вы не совсем правильно понимаете ситуацию. Мне там говорят, ой, какие безумные были у дипломатов возможности по питанию. Вот, пожалуйста, документ, список. Стоимость. Не просто стоимость, здесь объемы доставляемого. И я теперь знаю, что ели дипломаты здесь. На самом деле. На самом деле, да. Говорят, у них там разносолы были. Ну, конечно, если вот семгу, лососину и балык считать разносолом, то это, пожалуй, самое крутое. Ну, икра зернистая, икра паюсная, все. Все остальное это мясо, мука белая, сахарный песок, сахар пеленый, масло сливочное, масло русское. Самое главное, они за это платили. Конечно, это был магазин, это была не какая-то там, опять же, бесплатная лавочка. И вот, когда такие вещи появляются, украшают, например, что у нас была здесь Кремлевская столовая, что у нас здесь работали кукрыниксы и тому подобные вещи. Кукрыниксов я не нашел подтверждений с тем, чтобы это как-то задокументировать. Только воспоминания. И поэтому сюда они не вошли. И я думал, вставить или нет, но, к сожалению, не получилось. Может быть, еще со временем этого добьюсь. То есть, работа не остановлена, работа будет продолжаться дальше. Вот вопрос как раз предусхитили. Работа не остановлена, работа продолжается. И вы сказали, что это серия. Вот Виталий сказал, это серия. Итак, что дальше? Давайте. Понимаете... То есть, что вы писаете, что вы издаете? Я историк. Я отвечаю за то, что было. За то, что будет, и отвечать не могу. Есть желания, есть предположения. И если на то будет, опять же, поддержка администрации, я думаю, что коллектив Самарской газеты однозначно возьмется за третье издание. Потому что... Мы уже выработали определенную схему работы. И, в принципе, у нас столько интересного в истории города, что здесь неисчерпаемая просто тема. И если к этому подходить именно с таким профессионализмом и с такой долей именно про легких фактов и поиска уникального того, чего не публиковалось заранее, то я думаю, что да. Потому что серия из двух – это еще, конечно, не серия. Это началось. Как там говорят, один раз – это случайность, два раза – это совпадение. У нас сейчас совпадение. Но к системе мы перейдем. А вот третье уже будет закономерно. Сложно, в принципе, загадывать. Сейчас очень сложное такое время, когда мы не можем прогнозировать то, что будет, к сожалению, через какие-то пару месяцев. Но в целом, если звезды сойдутся, если судьбы сложатся, то коллектив Самарской газеты всегда к таким вызовам относится с большим энтузиазмом. Потому что одно дело, когда ты уже в каком-то процессе находишься, ты делаешь газету, сайт, все что угодно, соцсети. А другое дело, когда ты уже работаешь немного с другим форматом, который тебе, в принципе, тоже знаком. И наши дизайнеры, руководители службы выпуска, те, кто занимался именно технической стороной, они безумно рады именно результату и самому процессу. Ну, классно получилось. Глеб, вот кратко, насколько я понимаю, сейчас ведь на основании, на основе вот этой книги «Куйбышево запасная столица» новый продукт появился – экскурсия. Вот кратко, что это такое, с чем это, для чего это и для кого это? Я уже провел одну экскурсию, 19-го будет вторая. Скорее всего, еще будет третья, я буду делать для своих слушателей курсов-экскурсоводов. Но, скорее всего, будут и другие заказы. Значит, идея такова. Попытка показать наш город с необычной стороны. То есть, я обычно на экскурсии ношу листы экскурсовода, так называемый портфель, подготовленный. Вот на ту экскурсию, которую я уже проводил, я не взял ни одного листа, я взял только этот альбом. Я пытался понять, хватит ли его для экскурсии. Его хватило. Более чем. Потребностей не возникало, показывать что-то еще. Ну, там еще видеофрагмент один у меня был. Ну, это понятно. Пока мы еще не научились в книгу вставлять видеофрагменты, я думаю, все впереди. Ну, это возможно. Да, я думаю, это со временем получится. И вот, когда экскурсия закончилась, я спросил своих экскурсантов. Говорю, скажите, у вас изменилось отношение? Это были самарцы. У вас изменилось отношение к вашему городу? И у них изменилось. Они сказали, да, мы представили себе вот эту эпоху немножко подозволно. Коллеги, к сожалению, время программы подошло к концу. Незаметно пролетело. Большое спасибо за отличную беседу. Надеюсь, увидимся вновь по такому же замечательному поводу и обсудим, потому что, ну, на самом деле, приятно поговорить с интересными людьми. Напоминаю, в нашей студии были Глеб Алексушин, краевед, доктор исторических наук, и Виталий Каполиани, главный редактор Самарской газеты. Читайте хорошие книги, изучайте историю Самарской губернии. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова